Всем привет! Меня зовут Нелли. Я веду блог о домашних делах, о готовке, уборке и, конечно же, выкладываю вкусные рецепты. Сегодня на повестке дня у нас тевтели. Вообще-то были котлеты, но в связи с тем, что я убиралась, готовила крошку, сил осталось ноль, поэтому делаю тевтели. Это мой выход из всех ситуаций, когда хочется вкусно, быстро, но сил ноль. Как обычно, я беру фарш либо свинины, либо говядины. Здесь я не помню, потому что фарш давала бабушка, домашний, свежий. Добавляю специи всегда по вкусу. В основном это у меня приправа для шашлыка, либо для курицы. Далее добавляется как раз хмели-сунели, которые я недавно полюбила. Почему недавно? Я рассказывала в предыдущих роликах. Кто смотрел, тот ставит лайк. Это соль с прованскими травами или с кавказскими. Она, кстати говоря, очень сильно и очень вкусно пахнет. Немного добавляю перчика. Здесь на любителя. Я не люблю особо острое, но мужу нравится такая еда. Да и, в принципе, для аромата можно. Еще я добавляю сушеный укроп, также от бабушки. Здесь по настроению. Не забудьте поставить лайк этому видео. В готовый фарш добавляю 2 яйца, либо одно, но на такой объем, где-то больше килограмма здесь, у 2 яйца вполне нормально. И самое главное, это все нужно будет хорошенько вымешать. Я всегда вымешиваю фарш руками. Видела рецепты, где это делают ложками, но как-то мне неудобно. Для мягкости фарша добавляю немного сливок. Не знаю, как это делаете вы, мне нравится так. Фарш вымешала, отстоялся он немного. И уже готовлю пространство. Смазываю противень растительным маслом. Делаю тевтельки. Я не знаю, какими они должны быть по размеру. Не выкладываю их в идеальные кружочки-шарики для красивой картинки. Я делаю для себя и для мужа, для нашей семьи. Поэтому главное, чтобы было вкусно. А с этим у меня проблем нет. Поэтому, если кто-то любит красивые инстаграмовские формы блюд в кадре, то это не в моем блоге. В моем блоге о вкусном и простом. Добавляю также морковку и лук. В любую готовку я их стараюсь впихнуть. Хоть одну штучку, но они всегда там присутствуют. По центру противня осталось место. И обычно я туда выкладываю какие-то овощи, находящиеся у меня в наличии. Либо я просто выкладываю маленькие тевтельки на перекус. Но в этот раз решила, как я уже говорила ранее, устала. Поэтому решила не экспериментировать. И просто достала замороженную овощную смесь. Там фасоль, перец, кукуруза, по-моему, была, горошек. Выкладываю овощную смесь в центр противня. Необходимое количество я уже знаю методом проб и ошибок. И далее я все заливаю томатным соком. Но прежде чем использовать непосредственно его для готовки, протираю и размешиваю смесь. Заливаю, распределяю по противню, упираю в духовку на 200-250 градусов. Заснять процесс доставания из духовки у меня не получилось, так как был уже вечер. Уже нужно было накрывать на стол. Готовлю в моей духовке я где-то час тридцать, час двадцать. Нужно смотреть, уже будет по готовности, когда фарш сверху начнет запекаться. Это получается очень вкусно и можно использовать с любым гарниром. Всем приятного аппетита! С вами была Неля. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok